Здравствуйте, дорогие зрители! Этот раздел моего канала не зря называется «Уголок подонка». Здесь, скорее всего, будет присутствовать ненормативная лексика, а вполне возможно какие-то вещи, которые нехорошо было бы видеть детям, несовершеннолетним людям, беременным женщинам, лицам с неустойчивой психикой и так далее. Поэтому, если вы не приемлемете какие-то матные слова, выражения, что-либо еще, для вас есть неприемлемое, будьте любезны, не заглядывайте в этот раздел моего канала. Если заглянули, будьте любезны, понимайте. Значит, посылочка. Вы знаете, у нас... Да, я в России живу, у нас запрещают гей-парады и тому подобное. То есть, это вот геи, гомосексуалисты. Ну, по-разному их можно называть. Но вот слово «пидорас» в нашем понимании, как правило, это не человек, который мужского пола уступает в интимную, неестественную связь с другим лицом мужского пола. А это «пидорас», блядь. Вот есть «пидорасы», блядь. Вот один из «пидорасов», блядь, живет, сука, в Китае. И вот у этого «пидораса» мне посчастливилось, блядь, заказать ебаную хуету, блядь, двухкопеечную. Которая... Вот давайте, блядь, даже откроем эту, сука, блядь, ебаную посылку. Которая, блядь, гуляла там почтами, хуёчтами, блядь. Лазила где-то своей сраной, блядь, там две-три недели. И, наконец, сука, ко мне пришла, блядь. Вполне возможно, ее кинули мне даже сразу в почтовый ящик, блядь. Да, так оно и есть, блядь. То есть, вот здесь сраненькая фальш-тату, перышко. То есть, стоит оно, ну, не знаю, там, рублей 8-10. Ну, каких-то копеек абсолютных оно, сука, стоит. Да, я заказал, потому что он это продавал. Ну, то есть, как бы, какие проблемы? Ну, продаешь-то за 8 рублей бесплатная доставка. Будь любезнее, я купил. Шли. Да, не нравится, ну, поставь 100 рублей, я не куплю. Что делает эта мудила, блядь? С китайского тагила, блядь. Там тагила, наверное, правда, нет. Берет и в декларации указывает это, как тату. Тату. Ну, да, все, вопросов никаких нету. Озер, другое. Вопросов никаких нет. Вес, да, там, 4 грамма. И стоимость, сука, блядь, 100 долларов, блядь, такая написала. Вы понимаете, вот мне, мне идет телефон. Где? Асус, блядь, мать его, Zenfone Max. Да? Он указывается. Цифровая фоторамка 50 долларов. Для чего это нужно? У меня всего 1000 евро в месяц без пошлина. Я в России. В Беларуси там вообще копейки можно прогнать без пошлина. И, блядь, чуть выше, сука, начинаешь батьке, блядь, денег платить. Сто, мать его, долларов, блядь. Да еб твою за ногу, да? Я там какому-нибудь белорусу закажу таких три перышка, и все, и он разорится. Потом платить эти налоги. Мне это выйдет 30 рублей. А у него потом налоговики, фискалы, как предъявят, скажут, заплати-ка, батьке. Не знаю, сколько там баксов. Вот 60, например. Да он обалдается такой пошлина. То есть, вот реально, блядь, вот тут, сука, в этом магазине работает узкоглазый пидорас, блядь. Хотя, может быть, там, я не знаю, европейца какого-то наняли там негра, блядь. Ну, тут пидорас вот во всей своей красе, сука. Вот я вот, ребят, вот оставьте в комментариях, что с ним вообще сделать. Вот как вот, а нихрена ему не сделаешь? Ну, скажут, я ошибся, я нечаянно соточку написал, там, трали-вали. То есть, вот будьте осторожны. Да, вот есть, есть такие пидорасы, блядь, которые вот таким вот макаром поступают. Вот осторожничайте с ними. Значит, еще раз, вот я выговорился, мне стало чуть полегче. Поэтому в этом разделе, я подозреваю, периодически некоторые видео будут выскакивать. Связаны они будут как с покупками на Алиэкспресс, так, ну, и с какими-то другими жизненными ситуациями. Мата, скорее всего, в этих видео будет много, мало, средне. Ну, он, скорее всего, будет. Потому что, если это без мата, ну, это в другие разделы можно засунуть. Ребят, матом ругаться плохо. Смотреть на это не весело. Это отдушина больше для меня. Поэтому, ну, в комментариях прошу обойтись без мата. Ну, или край там, как-нибудь, ну, прячьте его. За сим все. Надеюсь, видео будут появляться здесь редко. Потому что, ну, нужно иметь спокойствие. До скорых встреч.